Брещанка Надежда Алексеюк уже не первый год безуспешно борется за квартиру для дочери. По словам женщины, они исправно платили взносы за квадратные метры в столице. Для этого даже пришлось продать жилье в Бресте. Однако, когда дом был сдан в эксплуатацию, председатель ЖСК уведомил женщин, что из-за якобы неуплаченной вовремя суммы в сто с небольшим тысяч, их исключили из общего списка. Она действительно синий, исключена, потому что там исключение нам никто не предоставил документам. И мы писали в суд, пожалуйста, предоставьте нам документы о нашем исключении. Никаких документов нет. Значит, она не исключена, они запутали, закружили и все. И сказали, что этого дома вообще нету. За плечами не один год судебных разбирательств, но Надежда Иосифовна надеется, что ее дело признают правым и дочь все-таки сможет отпраздновать новоселье. Приемом женщина осталась довольна, говорит, ответ на свой вопрос получила. Радоваться не спешит, но верит, что контроль Валерия Калинковича за ходом разбирательств позволит, наконец, установить истину в этом деле. Результат будет тогда, буду довольна, когда я получу хороший результат, качественный. То, что мне надо. А прием был отличный. Нормально приняли, хорошо. Я этим довольна. Таких, как Надежда Алексеюк, пришедших на личный прием к заместителю председателя Верховного суда Валерию Калинковичу за консультативной помощью оказалось 8 человек. Кто-то спрашивал совета, были и те, кто надеялся на конкретное решение вопроса. Однако, закон есть закон. Правосудие не может вершиться, исходя из желания сторон. Напрямую вмешиваться в процессуальную деятельность нельзя. Но Валерий Леонидович подчеркнул, что ни одно из обращений не останется без ответа. Многие дела после таких приемов он держит на личном контроле. Дело в том, что процесс осуществления правосудия имеет свою специфику. В отличие от многих других сфер обращений граждан, где иногда решения можно принимать практически на месте, наша деятельность предполагает, чтобы все-таки сначала в ситуации подробно разобраться, вникнуть в содержание судебных решений, оценить доводы и соображения сторон, определить, кто в итоге в судебном споре прав. Прежде чем принять какое-то решение относительно какого-то конкретного дела, либо ситуации с применением того или иного нормативного акта в целом, мы подробно в эту ситуацию вникаем, определяем, кто в ней прав. А уж если действительно оказывается так, что человек, обратившийся в Верховный суд, реально нуждается в правовой защите, то мы эти средства правовой защиты предоставляем без длительных промедлений. Кроме конкретных ответов на волнующие вопросы, такие выездные приемы еще и способ продиагностировать судебную систему того или иного региона. Руководство Верховного суда страны регулярно принимает участие в подобных мероприятиях. По словам Валерия Калинковича, небольшое количество обратившихся к нему за помощью показатель компетентной и адекватной работы служителей правосудия Брещины, что, однако, не дает им права почивать на лаврах, ведь большая ответственность и слишком большая цена ошибки – отличительные черты работы стражей закона.